ансом 2.0 перезапуск ансома или же ансом next официально мертв вот казалось бы только-только в ролике вот про легендарное переиздание mass effect а я вам говорил что в последнее время над проектом этим висит зловещая тишина и вот тут 24 числа в официальном блоге bioware появляется пост о том что работа над гимном сворачивается так согласно этой записи все что будет делать студия со своей маленькой инди игрой дальше это поддерживать ее сервера в активном состоянии ну да в общем то и все сегодня друзья мы с вами еще разок огнемся в мир грандиозных игр фейлов от мира жадности и порочных лутер-шутеров вспомним что деньги превыше искусства и окончательно осознаем что кукарекая в интернетах и не покупая донатную помойку за 60 долларов вы не только самолично ставите на будущем этой помойке крест но еще и разрушаете современную игровую индустрию так ребята я тут выяснил что значительный процент людей которые смотрят меня которые ставят лайки пишут комментарии на самом деле не подписаны на этот канал как так чё за дела ребята подписываемся и не забываем колокольчик жать и чтобы были все уведомления чтобы узнавать о роликах вовремя ну а если вы хотите больше меня любимого у вас есть в описании ссылка на телеграм где я опущу всякие свои истории что-то там рассказываю какие-то инсайдики какую-то дополнительную информацию выдаю инста где про просто просто я другие каналы всякое такое конечно же ссылка на патрон у нас вот вышли дискуссии с вадимом там почему-то ролик про фитнес провалился я прекрасно понимаю что такие ролики не будут собирать больших просмотров но делать подобные штуки хочется но как бы финансово это все должно содержаться поэтому ваша поддержка позволит нам создавать больше такого интересного контента в общем если что ссылка на патрон тоже будет в описании ролики раньше времени поддержка вашего любимого контента можете пообщаться со мной секретном дискорде ну и все замечательные другие штуки но давайте обратно к ролику еще за неделю до своей официальной смерти ансом вернулся на заголовки новостных изданий связано это было со слухами о якобы грядущем окончательном решении электроник артс по проекту которое должно случиться в лучших традициях ужастиков за следующие 7 дней строго говоря уже в тот момент можно было констатировать смерть пациента потому как ну обычно решение об увеличении темпов разработки или дополнительных инвестициях преподносится издателями максимально незамедлительно не забываем акции то на деревьях не растут если же просочились служки о том что где-то внутри мут буки значит это может только одно нужно придумать причину по которой мы хотим кинуть общественность через колено вот и тут тоже блин самое по итогам недели размышлений видимо никто не нашел ничего лучше кроме как обвинить во всем злосчастный к вид зачем-то глупо отрицать что коронка действительно внесла ощутимый сумбур в мировую игроразработку но когда те же поляки пытаются оправдать свой абсер работы из дома и делишь эту информацию ну на два в случае же с электроник чарс делить на 1 5 а то и на все 10 все благодаря прекрасной репутации электроников и теперь уже вошедшие в анналы истории самого ансома благодаря расследованию еще не окранчевшего шрайера стало понятно что запущенный в разработку аж в 2012 многообещающий сервисный гимн в реальности разрабатывался ну там от силы последние полтора года а все по причине того что никто банально не знал как делать такую игру проект тянули в разные стороны кейси хадсон то уходил то возвращался рядовые специалисты из-за неопределенности покидали проект толпами в итоге пришел кризисный менеджмент указал на таблицы расходов и приказал лепить из того что было не улучшала ситуацию и техническая политика электроник артс которая старалась пропихнуть дайсовский frostbite во все свои проекты ну что что движок изначально писался под шутан ну и что что там нет элементарных инструментов для создания игр от третьего лица и уж тем более рпг в баттлфилде же машинки ездят ездят значит и nfs на нем можно сделать персонажа разговаривают значит и андромеда заработает доходило до смешного когда половину технической команды тупо на полгода выписывали в швецию чтобы они там научились привязки ассетов короче говоря представьте вы целый день не могли придумать что приготовить это очень близкая мне история просто в разные отрезки времени начинали шинковать продукты под разные блюда а в итоге накидали мясо рыбу ананас и сметанный соус на тесто решили запихнуть в микроволновку при таком подходе вообще удивительно что игра на релизе оказалась хотя бы базово играбельной летать и стрелять было действительно приятно проблема была в другом во всем другом что присутствовало но но точнее отсутствовало в игре сюжет и рядом не лежал со всеми предыдущими проектами биоваров netcode работал отвратительно контента было ровно на сюжет и полчаса эндгейма все что было между этими геймплейными промежутками пустовала но это усердно обещали добавить потом однако это потом все что-то никак не хотела наступать игра на релизе порой умудрялась кирпичить консоли быстрый поиск кидал новичков в рейда на последнего босса было полно лазеек для получения бесконечных сундуков с лутом за что конечно же электроника arts усердно старалась банить не только игроков но и даже инфлюенсеров игра сервис на целые полгода встала на пидстоп чтобы наладить самый важный элемент для лутер шутера систему получения этого самого лута на публике за все это отдувался ведущий продюсер игры бен ирвинг улыбающийся человек с грустными глазами пытался с экранов е3 говорить какой прекрасный будет игра и какой у нее есть потенциал реальность правда отражалась его взгляде и несмотря на обещание сперва масштабное дополнение катаклизм ушло с мая на август а через недельку после выхода этого самого катаклизма из байвар ушел и сам бен ирвин все происходящее без приукрас напоминала полную катастрофу тот же катаклизм работал именно в своем геймдизайне максимально топорно в игре где контент заканчивался толком не начавшись новое дополнение оказалось временным то есть где-то в каких-то ранних планах было написано что это вот такой локальный ивент его таки мы сделали два с половиной фаната ансома жаждущие контента просто не успевали поиграть в этот самый новый контент до того как его убирали из игры если в случае с battlefront 2 electronic arts надавал по голове дисней а из-за battlefield 5 просто не хотелось обижать таких классных совсем не рукопожатых ребят из dice то ансом был просто белой вороной ситуацию как будто окончательно пустили на самотек и только после ухода ирвинга все сели почесали репу и выкатили решение биовары признались что продолжать делать акты с 7 месячными запозданием как-то глупо что игра из состояния помоев никуда особо не сдвинулась и поэтому задние ряды воздуха набрали теперь ансом будут переделывать а заниматься этим посадят 30 человек поддержки ммо the old republic потрясающее решение то был напомню сентябрь девятнадцатого года биовары помахали под мастерьем ручкой и ушли дел драгона из 4 асом с тех пор изредка протирали губкой из описания якобы грядущих механик официальный сайт продержался до февраля 2020 года отметив годовщину проекта после чего заглох но был на этом титанике и герой которого он не заслуживал админ русскоязычной группы ансома вконтакте он не только во время провального старта самоотверженно пополнял ленту фанатов микроскопическим запасом артов по мотивам но и вплоть до августа двадцатого периодически выдавал страждущим новости об игре кстати что удивительно новости действительно кто-то чекал и вот о них об этих людях что действительно пытались играть вансом и хочется поговорить если отмотать ситуацию хотя бы на пару месяцев назад то кому гимн вообще мог быть интересен первая группа это очевидно людям поддержавшие этот маленький инди проект рублем на релизе они уже видели весь контент наверняка даже загриндели его не один десяток раз этих людей уже скорее всего невозможно встретить в онлайне но это определенно те кто должен был стать главной движущей комьюнити силой случае перевыхода игры вторая же группа те кому electronic arts открыла полный доступ в сентябре 19 года владельцы и и access если верить имеющиеся статистике с playstation 4 то в пандемийном двадцатом количество людей которые хотя бы попробовали ансом неуклонно росло это были определенно не грандиозные цифры но они были поэтому откровенно говоря решение electronic arts выглядит странно особенно на фоне ее нынешних попыток в дружелюбии к игрокам до что battlefront что battlefield вышедшие плюс-минус также давно уже тоже отправились на контентный покой но эти игры свое но объективно отработали battlefront реально достали из пепла battlefield 5 но он типа он изображал жизнедеятельность давайте так это назовем но ансом то это совершенно иной пример для игры за время ее существования вышло примерно ничего были лишь обещания road map и и road map и для road map of даже после всех обманов были люди которые были готовы приобрести дисочек ну или код тупо про запас надеюсь что проект еще воспрянет но почему бы и нет в наших магазинах диск реально было урвать за 390 рублей можно подумать да как вообще можно верить electronic arts однако этот вопрос не совсем корректен верить предлагалось не в electronic arts верить предлагалось в рынок реалистично говоря почти ни одна лутра дрочильня не стартовала удачно родоначальник современного лутобесия destiny в первом своем виде походила скорее на концепт который адекватные игроки забивали ссаными тряпками за однообразие и гринд потом были dlc и уже более осмысленная вторая часть которая к тому же в итоге и над моделью распространения грамотно работала юбисофтовский дивизион пусть и обманул ожидания из-за рекламной политики французов но в итоге нашел своего покупателя благодаря все той же поддержки и фиксом во второй части но про fallout 76 и вообще говорить не хочется вышедший абсолютно сломанным сейчас он но сломан чуть чуть меньше и в него наверное даже можно играть нет не то чтобы я стал но вроде многие играют и говорят что нормально то есть успешные примеры действительно есть так почему electronic arts в итоге не захотела пополнять свой репутационный карман еще одним ну типа плюс минус позитивным примером если смотреть со стороны то все что нужно игре это контент до необходимы горы контент это миссии костюмы рейды сюжетные оправдания но на первый взгляд в этом нет ничего невозможного типа ну давайте будем объективны никто уже не ждет от ансома нормальной рпг уровня вот той самой байлы люди которые возможно и хотели чего-то такого за почти два года ожидания скорее всего просто забыли про этот вот новый тайтл байлы будь гимн проектом в какой-то уже известной вселенной да такие люди бы нашлись но в нашем таймлайне я просто не могу представить что кому-то именно концептуально запал в душу сюжет про борьбу ордена экзоскелетных железных людей против монстров в стилистике ближневосточных поселений поэтому разговор тут остался исключительно о луте и о том чтобы его было интересно много и по-разному добывать есть мнение что в случае с ансомом вся проблема кроется в технических корнях frostbite может быть бесконечно красивым движком но уже не первый год с разных сторон разрабского комьюнити доносятся вопли негодование от сложности работы с ним дым без огня так-то не бывает да и с годами стало понятно что верхушка ей конкретно так смешалось с управлением самой да из а потому использование frostbite не к месту уже имеет под собой конкретные обоснования в лице финансовых интересов так вот в случае с ансомом и историями которые были опубликованы после неудачного старта скорее всего не последней проблемой является именно техническая сторона чтобы завозить в гимн столько контента сколько ему необходимо и делать это регулярно нужны просто капитальные объемы человека часов а я напомню с конца девятнадцатого года игрой занималась команда из 30 человек которых тоже в покое не оставляли например в декабре 20 на нужды dragon age из числа сотрудников выдернули исполнительного продюсера кристиана дэйли противоположным вариантом закрытию переиздания называлась трехкратное увеличение команды но учитывая как в байвер последние пару лет освобождаются места из внутренних сотрудников выбор был невелик а набирать новых людей затратно как по времени так и соответственно по деньгам да и вообще весь этот ансом обошелся как-то уже слишком дорого иногда скотину легче зарезать чтобы не мучилась с позиции покупателя прецедент мог бы быть откровенно устрашающим ансом продаваемый как трипл эй проект именитые студии с длительной поддержкой в итоге обладал только статусом игры от именитой студии трипл эм он оказался только по затратам на производство но никак не по качеству и не по количеству контента про поддержку и говорить не приходится стоит ли из-за этого опасаться ведь теперь по логике если они конечно не всколыхнутся какие-нибудь коллективные исцы то любая корпорация сможет использовать такой бросок потребителя прямо на шекеле произойти это пару-тройку лет назад опасения бы не были беспочвенными однако сегодня мир чутка изменился крупный бизнес конкретно по обжигался на недопиленный лайф сервис модели и особенно на этом обожглась электроник артс ее прежний опыт гласил что достаточно вложить в игру сил ровно столько сколько требуют обновленные модельки футболистов и дизайн новых карточек из лутбоксов но все остальное можно допилить но когда-нибудь потом если battlefront и и battlefield и принесли электроникам по большей части только репутационные потери то вот гимн конкретно погрыз их кошелек да и согласно последним новостям успехи вроде джеда и fallen ордера дескать научили электроник артс чуть больше слушать игроков чем им хотелось бы безусловно в этих заявлениях полно лукавства учитывая постоянные референсы к якобы вовсе не вынужденному а естественному исправлению ситуации с battlefront упоминанию начавшийся чуть ли не с барского плеча разработки скейт 4 которую я вам напомню существует пока только на словах и конечно же свежим обещанием вырезать из dragon из 4 все лишние мультиплеерные компоненты и сделать нормальную сингловую игру возможно нам еще не раз придется покидаться помидорами в электроник артс впереди как минимум толерантный ремастером mass effect а ну а пока ансом его слухи о смерти к сожалению не оказались сильно преувеличенными ну а на этом у нас все может не говорить ничего в конце а то каждый раз как дурак стою здесь по по экрану ползет список патронов хуё моё надо она кому я у народ вам надо давайте серьезно вам вот ну вам вот нужны слова в конце я просто думаю 21 год на дворе все уже знают как работает youtube 95 процентов людей подписанных на этот канал знают что есть патрон типа можете подписаться там ролики раньше времени там я сижу там со мной можно пообщаться там всякие ништяки как бы нужны ли вам лишние слова нужно ли вам каждый раз говорить что за люди сейчас на экране спасибо за просмотр короче тох такой вот вы вот вы не купили плохую игру на релизе вам теперь хороших игр вообще вы вообще их не увидите вот не купили ансом нормально для вас сделали один ну не доделали чуть-чуть ну сделали для вас вы не купили все не будут не будет для вас больше игр и electronic cards такие ну в dragon age мы не будем лутбокс оставлять ну типа раз вы не покупаете говно черт придется кажется делать как минимум пытаться делать нормально как минимум обещать что мы сделаем нормально ладно но про fallout 76 и вообще я думаю говорить не стоит вышедшая абсолютно сломанная игра сейчас ну наверное почти рабочая я не я не знаю как пошутить у меня нет подготовленной шутки я недавно у меня дома сломалась зажигалка я хотел спичку подойду смысле свечку поджечь я не придумал ничего умнее кроме как взять бумажную трубочку на типы трубочки для питья до у меня бумажные лежат потому что я я за экологию сука и я короче взял эту трубочку я пытался поджечь ее об плитку на которой я угли для кальяна поджигая она очень долго дымила огня все не было так что вот эта вот фраза про то что нет дыма без огня это ложь дым без огня бывает я видел его своими глазами